здравствуйте мои дорогие добро пожаловать на наш мини марафон который посвящен программе по омоложению лица волшебная весна меня зовут это леданье в этом видео мне хотелось бы познакомиться с вами поближе представить свою новую весеннюю программу а также рассказать чем я могу вам помочь самое ближайшее время именно с омоложением я косметолог и эксперт по омоложению лица и тела и автор множества программ которые создавались в течение 10 лет то есть 70 программ за 10 лет мною было создано по оздоровлению по омоложению лица и тела и эти программы омоложение и оздоровление за 10 лет прошло более 50 тысяч человек из 45 стран хотя я думаю вам больше интересно будет узнать чем конкретно вам я могу помочь сегодня не правда ли а план у меня такой я готова конечно же с радостью поделиться своими знаниями об эффективном омоложение с вами и как я уже сказала вас ждет новая весенняя программа и ее задача встряхнуть уставший после зимы организм помочь ему избавиться от всего лишнего и активировать процесса омоложения причем активировать их так чтобы это заняло минимальный срок и потребовало минимальных усилий но при этом получился максимальный результат и мы с вами будем омолаживать и кожу лица снаружи то есть будем работать и будем омолаживать весь организм изнутри все как я люблю и как любят мои ученики вот у нас с вами будет небольшой марафон то есть это будет марафон состоящий из трех видео с тремя различными заданиями где я буду рассказывать об особенностях процесса омоложения и вы сможете уже применить секреты о которых я буду рассказывать которыми буду делиться на себе и желательно чтобы вы поделились результатами применение этих секретов этих техник этих практик этих упражнений которые вас ждут хорошо то есть у нас будет три дня на работу день 1 2 и 3 и сегодня мы с вами говорим сегодня у нас день 1 соответственно и сегодня мы говорим о проблемах с кожей весной то есть весна на самом деле это одно из лучших времен года для омоложения кожи хотя конечно же в это время года она в самом ну что ни на есть плачевном состоянии почему потому что после зимы ну скажем так проблем накапливается больше всего то есть самое простое и самое такое мягкое описание которое можно дать коже после зимы это то что она тусклая сухая шероховатая а если это кожа возрастная то естественно на этом фоне увеличивается количество морщинок и что со всем этим делать мы постараемся сегодня разобрать потому что это есть моя цель на сегодня на сегодняшнее видео до первое видео нашего омолаживающего марафона и чтобы вам скажем так не было скучно слушать теорию давайте начнем с практики давайте проверим вашу кожу в каком она состоянии проделайте прямо сейчас небольшой тест я надеюсь кожа у вас сейчас чистая без макияжа но если вдруг у вас на лице макияж что дождитесь вечером снимите его и уже сможете с легкостью этот тест проделать и так в чем состоит суть теста он очень простой просто намочите свое лицо чистое без макияжа лицо чистой желательно питьевой водичкой и не вытирайте его полотенцем дайте воде высохнуть на вашем лице и вот откройте телефон запустите там таймер и засеките за сколько минут вода на лице высохнет не не только засеките время да но и постарайтесь запомнить какие ощущения у вас на лице возникли после высыхания водички вот то есть задание как вы видите несложное и когда уже вы будете иметь определенный результат на руках давайте сверимся с результатами теста до с ключом к тесту у вас вода высохла меньше чем за минуту примерно через минуту или дольше чем через минуту у некоторых много дольше и какие ощущения на коже остались у вас могло возникнуть ощущение сухости и стянутости после того как вода высохла либо же ощущение не поменялись особо либо кожа стала мягче до увлажнение заметно то есть стало ощущение лучше или кожа покрылась мелкими морщинками пока сохла знаете как на руках морщинки такие складочки появляются когда руки долгое время пробыли в воде и и затем после того как высохла вернулась в обычное состояние и пока вы ну скажем так да прикидываете комбинацию своего итогового результата до относительно времени за которое высохла водичка и ощущений по коже я вам дам скажем так правильный ответ который ну не то чтобы правильный но скажем так он определяет нормальное состояние кожи то есть единственная вариант единственный вариант при котором кожа действительно нормальном состоянии это когда вода на вашей коже высыхает а точнее частично впитывается да и частично высыхает через минуту то есть плюс минус несколько секунд и оставляет ощущение смягчения кожи которая не пропадает все остальные комбинации ответов они к сожалению будут свидетельствовать о том что кожа не в порядке ну собственно что и неудивительно после зимы то есть кожа и даже не важно в каком в какой комбинации да у вас получились эти ответы у вас кожа будет либо пересушена и ослаблена вот как раз в этом случае она мгновенно впитает воду то есть сохнуть личико будет меньше минуты и через некоторое время как раз вот создастся ощущение стянутости по всему лицу либо же она пересушена и загрубела то есть за зиму нарастила такой утолщенный роговой слой который как раз сохнет дольше минуты порой много дольше минуты две-три идет такими мелкими морщинками от увлажнения и затем он постепенно высыхая снова возвращается к прежнему состоянию и же тоже даст ощущение стянутости через некоторое время то есть к чему был этот тест понятное дело что едва ли после зимы особенно если кожа возрастная у кого-то выпадет норма да но тем не менее этот тест показывает следующее он показывает что независимо от того какой у вас тип старения какой у вас тип кожи до основная проблема любой кожи после зимы следующем кожа истощена у нее ослаблен иммунитет у нее ослаблена защита и кожа скажем тогда у одних женщин будет чуть более выносливая а у других она ну вот практически без сил если можно так выразиться и получается что ну сразу объясню да что какой бы тип старения и тип кожи у нас у всех не был до у нас у всех структура кожи одинаковая и реакция кожи на воду собственно она очень четко показывает в каком кожа состоянии и после зимы поскольку очень усилена обезвоженность виду повышенной сухости воздуха а также воздействие ветра мороза снега кожа ослаблена ослаблена подавлено ее защита подавлено иммунитет и вся разница как раз только в том что у кого-то кожа скажем так посильнее у кого-то послабее и те у кого она посильнее потолще она скажем так изо всех сил наращивала за зиму защитный слой до роговой слой утолщала вот как говорится из последних оставшихся сил а у других у кого кожа потоньше и опять-таки здесь факторы также влияют и следующие это ну общее состояние организма до состояние здоровья то как человек питается скажем так общая обезвоженность организма либо же гидротации вода то есть множество факторов на это влияет но тем не менее общую тенденцию можно проследить кто-то более устойчивый и кто то более у кого-то вернее кожа более устойчивая и сильная и у кого-то она слабенькая да как раз можно заметить так что более толстая кожа она соответственно более сильная более тонкая кожа более слабы но problema у них одни одни и те же это проблема с увлажненности то есть это обезвоженность это сухость это Это потеря защиты и иммунитета. Это разные вещи, но тем не менее они, конечно, связаны. И решаются проблемы это у всех типов кожи одинаково. И вот именно это единое универсальное решение я вам сегодня и предложу. И почему я начала именно с этого? Потому что на самом деле я, конечно, подготовила для вас большую программу по омоложению. То есть весеннее омоложение кожи, обычно такой классический уход за кожей весной, он включает воздействие различной косметики, то есть, допустим, удаление избыточного рогового слоя при помощи пилингов и скрабов, усиленное питание кожи различными сбалансированными кремами с витаминами, пептидами, то есть даем коже питание и строительные материалы для ускоренного восстановления. Стимулирование выработки собственных омолаживающих агентов в коже, то есть той же гиалуроновой кислоты, стимуляция фибробластов, чтобы быстрее они создавали коллаген и ластин и так далее. И общее укрепление иммунитета кожи. Это только я часть перечислила тех функций, которые, в принципе, призван осуществить весенний уход за кожей. Но прежде чем ко всей этой замечательной программе подойти, прежде чем за нее взяться, мы должны учитывать, что мы работаем не просто с кожей, а с возрастной кожей. То есть кожа нуждается в гораздо большем восстановлении, чем старше является человек. И поэтому, прежде чем приступить ко всей этой красивой программе, нам нужно коже дать поддержку, дать ей немножечко оклематься, прежде чем приступать к активным действиям помоложения. Поэтому внутренние ресурсы кожи и ее способность к восстановлению с возрастом снижаются, и нам нужно эту способность поддержать. Поэтому если мы начнем сразу воздействовать на кожу пилингами, скрабами, сыворотками, то есть пойдет тяжелая артиллерия, боюсь, что тут мы скорее навредим, чем принесем какое-то благо нашей коже. Поэтому риск получить совсем не тот результат достаточно велик. Поэтому мы начнем не с классических омолаживающих схем, а с процедур поддержки кожи. Вот мы с вами поговорили, что в каком бы она ни была, какого бы она ни была типа, какой бы у вас ни был тип старения, в каком состоянии ни была бы кожа, она после зимы обязательно нуждается в поддержке. В восстановлении своей защитной функции, в накоплении внутренней влаги, то есть в восполнении, скажем так, тех потерь водных, которые регулярно происходили в течение всей зимы из-за повышенной сухости воздуха как в квартире, так и вне ее. Поэтому мы восстанавливаем сейчас, скажем так, структуру кожи как таковую, прежде чем на нее влиять. Даже если она у вас очень плотная, даже если она, так сказать, за зиму нарастила защитный слой, этот слой на самом деле не является слоем защитным как таковым. Это, скажем так, жест отчаяния. То есть роговой слой, по сути, не выполняет защитную функцию. Это то, что нам предстоит удалить. С помощью различных пилингов, скрабов мы будем избытки рогового слоя устранять. Но прежде мы должны убрать причину, по которой кожа вот так вот наспех выстроила этот защитный барьер. Потому что защита естественная у кожи должна быть другая. А что это за защита? Это липидный слой. Естественная липидная пленка, липидный барьер, который находится не на поверхности кожи, естественно, а между клетками кожи. То есть вот если вы посмотрите внимательно на эту схему. Но нас интересует, посмотрите внимательно, вот желтая межклеточная субстанция, которая, скажем так, эти клеточки, как кирпичики, спаивает словно цементом между собой. Потому что когда разрушается именно вот этот цемент, кожа становится рыхлая, кожа становится открытая, так сказать, всем ветрам, бактериям и вирусам, и различным аллергенам и раздражителям. Но самое, что, скажем так, хуже всего влияет, она очень быстро начинает терять влагу, которая должна храниться внутри кожи, в дерме. Влага теряется очень быстро и, естественно, не сохраняется. Сколько бы, собственно, с капиллярами не поступало воды в кожу, она мгновенно через вот этот вот нарушенный, разрушенный защитный слой просачивается и испаряется, и исчезает. Поэтому защита восстанавливается в коже тогда, когда мы восстанавливаем этот липидный барьер. И стоит нам его восстановить, кожа, ну, как бы, воспрянет сразу и оживет. И, соответственно, эпидермальный липидный барьер позволит нам сохранять, он как бы запечатает влагу внутри кожи, и она начнет накапливаться. Буквально несколько дней, и вы заметите, как кожа начинает сиять изнутри, увлажнится, станет более мягкой, разгладится часть морщинок. И это будет заметно невооруженным глазом. Буквально после первого же применения того средства, которым я сегодня с вами поделюсь. И что нам нужно сделать для того, чтобы восстановить этот липидный барьер, эпидермальный липидный барьер, чтобы предотвратить потерю влаги, трансэпидермальную потерю влаги, чтобы предотвратить попадание различных аллергенов и бактерий, вирусов и прочих нехороших веществ вглубь кожи через вот эту разрыхленность на ее поверхности. И, соответственно, тем самым восстановить защиту кожи. Именно вот этот элемент позволит нам подготовить кожу к дальнейшим активным действиям омолаживающим. Вот первое задание нашего марафона. Прямо сейчас идем в ближайший супермаркет или аптеку и покупаем по цене от 150 до 300 рублей чистое кокосовое масло. Оно продается сейчас везде. Главное, постарайтесь найти первый холодный отжим или экстра-верджин в чистом виде кокосовое масло, без всяких примесей. И самые два лучших варианта, вот они как раз перед вами, особенно в супермаркетах часто встречается вот эта марка. И я вам рекомендую как раз маленький бутылечек 130-140 миллилитров, 180 даже миллилитров. Она в себя вмещает, эта баночка. Масло напоминает по консистенции вазелин, когда оно охлажденное. Но когда вы, допустим, его пальчиком зачерпнете или шпателем и в руках разогрейте, оно станет более жидким, более прозрачным. Как раз учитывая это, берите масло, скажем так, из этой баночки в небольшом количестве. Потому что как только оно станет жидким, вам совершенно небольшого количества хватит для того, чтобы нанести полностью на все личико. И, соответственно, помним, что да, это действительно классное средство. Оно имеет массу омолаживающих свойств. Его нахваливают в интернете. Его можно и для кожи тела, и для волос использовать. Но нам сейчас, вопреки всем его полезным свойствам, мы его сейчас не будем использовать как омолаживающее средство. Мы его используем как восстановление кожи для того, чтобы подготовить ее к активному омолаживающему процессу с помощью уже специализированных средств. То есть оно сейчас нам нужно только для восстановления липидного барьера кожи, чтобы кожа быстро восстановила силы перед активной омолаживающей программой. И что вам нужно будет сделать? Вот вы приобрели это кокосовое масло. В течение дня, поскольку, собственно, у вас этот день будет дан для выполнения задания первого дня, потому что завтра уже будет другое задание, и сделайте, пожалуйста, в течение дня так называемую масляную маску. То есть на чистое лицо, на чистое умытое личико нанесите тонким слоем кокосовое масло на 10-15 минут. Можете как раз предварительно его немножко в ручках разогреть, чтобы оно приобрело, скажем так, температуру тела, прежде чем вы его нанесете на лицо. И после нанесения слегка помассируйте личико кончиками пальцев. И через 15 минут вы заметите, что масло практически полностью впиталось в кожу. То есть настолько нуждается именно в липидах, то есть, собственно, в масле, в жирах, которые в нем содержатся, наша кожа, что практически все она жадно поглотит. И постарайтесь остатки масла с лица не смывать водой, а просто промокните чистой мягкой тканевой салфеточкой, и, в принципе, до вечера так и оставьте личико, потому что остатки масла точно впитаются до вечера. И, конечно же, еще раз напомню, что само масло в нашей программе – не омолаживающее средство. Оно нам нужно только для восстановления липидного барьера у кожи. А восстановление липидного барьера у любого типа кожи после зимы мгновенно повысит ее иммунитет, ее защиту, ее увлажненность, и кожа уже будет готова к дальнейшим нашим основным омолаживающим манипуляциям. И каким именно, мы с вами уже скоро обсудим. А сейчас я прошу вас поделиться под видео результатами тестирования, а также изменениями в состоянии кожи и ощущениях после масляной маски. Обязательно напишите, пожалуйста, потому что без вашего комментария вы не сможете увидеть следующее видео. Кстати говоря, наносить кокосовое масло нужно будет тонким слоем, не массируя уже, на чистую кожу на ночь, вместо ночного крема ближайшие 3 дня, то есть в течение всех трех дней марафона. И в конце марафона, когда вы уже придете на открытый вебинар, вы мне расскажете, как за эти 3 дня изменилось качество вашей кожи. Ну, а я жду ваши комментарии, и увидимся с вами уже в следующем видео. Там я поделюсь с вами еще одним секретом, очень важным, который позволит как раз быстро кожу восстанавливать.